Да, ребятушки, и на носу уже есть бюджетная видеокарточка RX 6600 от AMD. Салют, пипл, с вами Хьюман, минус один майнер и минус естественно один перекуп, и по традиции, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Начинаем. И для любителей скидок, игр и софта, на сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод Хьюман для доп. скидки, бум, цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему, вводим ключ, пользуемся, профит. Все ссылочки в описании. Я не знаю, как у вас, но у меня ручки чешутся уже оттестировать эту красавицу, но, к сожалению, пока что физически ее нет, потому что она выйдет у нас только в середине октября. Тем не менее, мы знаем уже и спецификации, и начинки. Именно по этой причине я предлагаю посмотреть их сегодня, чтобы в дальнейшем будущем, когда мы получим эту красотку для тестов, мы уже не возвращались к этой информации. Тем более, будет любопытно, я полагаю, посмотреть, что она может сравнивать со своей более крутой версией XT-шкой, 6600XT, естественно, потому что, собственно, обзор мы на нее уже делали, тесты проводили, и та, и та, причем видеокарты, позиционируются как Full HD. И в итоге, что бы тогда лучше выбрать, если есть выбор между ними двумя? Но это в будущем. А пока давайте глянем внутрянку этой железки. Я думаю, вы не удивитесь, если данная видеокарточка будет позиционироваться как Full HD. Ну, то есть, играть на Full HD, это будет то, что создано для нее. Собственно, и неудивительно, ведь 6600XT тоже для Full HD. Хотя, правда, ради стоит сказать, что и в 2К она была очень-очень даже неплоха. Ну, с трассировкой лучей и DLSS, там уже история, конечно, чуть другая, но тем не менее. И, кстати, ребяточки, все-таки AMD сделала эмбарго, поэтому честь информации раскрывать не зря. Но, собственно, там больше, на самом деле, относятся именно к поставкам, к числам, когда выставлять на полочке, когда получают магазины и так далее. В первую очередь, это относится к видеокарточкам-образцам, которые должны представить партнеры до 15 сентября. Ну, собственно, уже оно прошло. Отправка к самим карточек уже, я так понимаю, по самим магазинам и складам будет 29 сентября. А вот именно уже доступ на полки, скажем так, ну не для покупки, где-то числа 4. Но нам это не шибко интересно, потому что нам любопытные реальные тесты, когда мы уже сможем их увидеть, провести или увидеть у наших коллег с Америки. Это уже будет 13 октября. Тем не менее, RX 6600 у нас носит 1792 потоковых процессора, видеопамять на 8 гигабайт, неудивительно, да, XT-шка тоже на 8, хорошо, что они все-таки на 8, а не на меньше. И, естественно, все это на базе GDDR6. Также здесь 28 вычислительных блоков, но внимательные сразу скажут, почему так мало, это же Navi 23, и тут как минимум не хватает 5. Ну, потому и не хватает, потому что это 6600, а не 6600 XT. Да, ребятки, 5 блоков отключены. 32 мегабайта Infinity Cache и 128 битная шина памяти. При этом скорость вывода будет сохранена, 16 гигабит в секунду, что приводит к увеличению общей пропускной способности в 256 гигабайт в секунду. И более того, вроде бы у нас как будет 2 СКУ этих видеокарт, то есть 2 версии, но все они заявлены как 8 гиговые. Будут ли 6 гиговые и 4 гиговые информации пока что нет, и не надо меня спрашивать, зачем нужны 6 и 4 гиговые. Ну, видимо, явно могут быть нужны для офиса, затычек и так далее. Для игр, да, конечно, уже проблематичнее и, собственно, стоило бы поболее. В итоге получается, что данная видеокарточка должна составлять конкуренцию, ну или приближаться к RTX 3060. Говоря же за референсные видеокарточки, то есть которые будет производиться именно AMD, их не будет. Карточка пойдет по пути, как и 6600 XT, которые мы с вами рассматривали, ну то есть будут видеокарты только от партнеров. И, кстати, для любопытных, вроде бы как прогнозируют 27 мегахешей, если мы с вами говорим за эфир. Стартовый же ценник у нас должен составить 300-330 баксов, но реальная история немножко будет другая, я полагаю, вы понимаете почему, поэтому ждать такой ценник вкусный вряд ли приходится. Тем не менее, ждать выпуск видеокарточки осталось недолго, надеюсь, в руки она мне попадет достаточно быстро, ну поглядим. А пока что у меня для вас на этом все. Но не все на втором игровом канале, на который вас каждый раз приветствую увидеть, чтобы не напрягать уже негативными новостями о тех или иных видеокарточках, о майнинге и так далее. На этом, ребятки, у меня для вас все, с вами был как всегда Хьюман и как всегда кайфовой вам игры.